многое всегда хочется но не всегда все получается привет друзья очень давно не виделись мы наконец-то на реке я сам ждал когда все таки получится вырваться так получилось жизнь вносит свои коррективы пришлось много работать там еще ремонт небольшой мы дома затеяли который обернулся как обычно начинается одно поклеить обои юля захотела в итоге пришлось разбомбить по квартиры это я вам потом покажу обязательно что самого начала хочется сказать большое спасибо за ожидания тех кто не разочаровался тех кто ждал конечно мы рыбачить будем и будем продолжать но говорю пришлось много поработать планировал то я поехать на саларе прокатиться там интересные места посмотреть чисто отдохнуть душой и телом как говорится но погода вносит тоже свои коррективы несколько дней у меня уже были сейчас вот ближайшие свободные но я не смог вырваться потому что лили дожди такие достаточно серьезные но это не рыбалка не удовольствие чисто помокнуть поехать ну не знаю вот в общем сегодня погода супер я считаю из последних дней дальше там тоже есть погодка располагается поудобней ну а мы будем рыбачить будем надеяться на хорошие результаты ну и на хорошее настроение в любом случае погодка сегодня даже нет нет ну не солнышко выглядывает а так какие-то прояснения но это очень хорошо соскучились мы по солнцу и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что удивительно, вот этот ручей я прошел, такой тоже по идее Хариус должен быть, но что-то нету. Продолжение следует... Многие из вас, конечно, тоже часто не получается вырваться на рыбалку, зато потом с каким азартом делаешь эти проводки в надежде, что будет поклевка, будет рыба, будет заветный удар. Без всяких там... Место-то хорошее, тут видно здоровые валуны в воде, то есть есть укрытие для того же окуня, щуки, но пока нету наслаждения удочкой. Удочкой... О, есть! Опять есть! Ох, сошел! Далеко стоит, а ближе подойти, наверное, спугнется. Французские вертушки работают, но ура, достают все, что только можно. Все-таки попробую я маленько поближе подойти, раз нам больше ничего не остается. О, есть! Ну, вон он стоит. А, вон там рыба плещется. Значит, есть там стоит, гоняет малька. Наконец-то я чувствую рыбу. Ха-ха-ха-ха. А-та-да-та-да. Хороший. Хороший езек. Вот, кстати, не попадались мне здесь ези. Много рыбы стало в последнее время. То с червями, то еще с чем-то. Икра с червями. Вот сколько я разделывал езей, ни один не попался мне с какими-то паразитами. Я, по крайней мере, не видел в езе. Вот, на удивление. Видимо, скоро надо все-таки приступать кушать езя. Кстати, дело прошлого, можно взять несколько штук на котлеты, зафилировать. Я думаю, котлеты с них должны быть очень вкусные. Опа. Ух ты, ничего себе. Хариус, ребята. Хариус небольшой все-таки. У ручья он тут крутится. Ручей, правда, далековато. Хариус, отлично. Ничего себе, у меня тут рыбное изобилие. Ой-ой-ой-ой-ой. Стой-стой-стой-стой, малыш. Стой. Такой. Средних размеров. Харюзок, в принципе, съедобный. Но, я думаю, мы его отпустим. Был бы побольше, я бы, конечно, взял. Беги. Интересно. Под камнем прямо вот они тут. Ну, не они, а он стоял. Прям под этим большим валуном. Мы продолжаем. Ну что, уже интерес. Все, пробудился. Выбирайтесь чаще на водоемы. Любите рыбалку. Непередаваемые, конечно, ощущения. Опа. Есть. Опять. Ну, это язек, наверное. Оп. Сошел. Сошел, сошел. Павел мне там волкера прислал. Можно попробовать его. Ну, у нас тут есть еще одно местечко, в которое мы сегодня обязательно заедем. И мы его там, я думаю, опробуем. Так, а у нас тем временем рыбка. Такое хорошее сопротивление. Но это, я думаю, все-таки ясь. Опа. Хотя луку не бы хотелось. Эх. Стой, стой, стой. Стой. Вот она, красавица. Так, ну а что, может правда взять штучки четыре на котлеты сегодня? Я прямо на рыбалке разделаю, да? Чтобы дома не гоношиться. Возьму четыре язечка. Мы их разделаем сегодня с вами. А вечерком заделаем котлетки со свежей вкусной рыбы. Опять, что хочется повторить. Вкусовые качества у местной рыбы совершенно другие относительно подмосковного езя, допустим. Или еще в каких-то местах. Потому что кормовая база у него лососевая. Вот. То есть он ест малька лососевых рыб. Соответственно, мясо совершенно другого вкуса. Опа. Оп, ребята, хариус хороший. Ну, такого мы берем. Ну вот. Удивительно. Ах ты. Хрюзок. Ну, местечко я тут нашел. Ха-ха. Ези хариусы. Вот сейчас сик долбит. Не может он. Крупновата блесна. Единичку, конечно, надо на него. А здесь сик стоит. Прямо рядышком. Опять поклевки. Опа. Есть. Совсем мелкий. Или хариус, что ли? Хариус. Ай, блин. Малышок. До этого сик подходил. Так, так, так. Стой, 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 стой. Стой. Скорей, беги. Так. Тарапуз. Опа! Есть! Опять хариус. хрюзовое место, но опять некрупный, такой средней паршивости. Эх ты бедняга, он забагрился, да не нормально, нормально. Есть. О, кто там? Щука что ли? Ага, щука. Щука попала. Вот это разнообразие в этом месте. Щука, ребята. Ну, не крупная, наверное, но сейчас увидим. Выходить она не спешит. Мы тоже торопиться не будем. Вот такая двушка. Ух ты, что-то она там как-то зацепилась под жабру шнуром. Давай, 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 все, дома. Ну, нормально, неплохо. О, какая красотка. Чистенькая, аккуратная, с пистиком осенним. Вот она, щучка. Опа, есть. Опять что, щука? Или ясть? Ясть, наверное. Или щука? Вот это ассорти у нас сегодня, ребята. Щука, щука, походу, да. Ага. Мирная вся такая, знаете. Отлично. Ну, в этом месте уже, наверное, надо это. На воблеры. Если тут такие плавают. Да, интересное место. Первый раз я тут рыбачу. И вот так вот. Отхода. Не зря я решил сегодня поэкспериментировать. Ну, здорово. Опа. Отлично. Да, да. Стой, 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 стой. Опа. Ну, еще одна такая же. Прям один в один. Супер. Вообще. Просто бомба. Ха-ха-ха. Сейчас пойду даже сравним специально. Это даже немножечко, по-моему, покрупнее. Вторая. Ать. Что хотелось еще показать. Вот смотрите. Да, кстати, вот еще раз продемонстрирую эту уловистую блесну. Вот. Так что, смотрите. У нас титановый поводок, да, и после поимки рыбы он изогнулся, потерял форму. Выправлять его руками абсолютно бесполезное занятие. Вот. То есть, такой вот загиб у нас имеется. Руками выправлять бесполезное занятие. Ничего не получится. Сейчас продемонстрирую, как сделать, ну, привести этот поводок в первозданный вид. Единственное, единственное что с собой должна быть в кармане зажигалка. Нагреваем вот этот гнутый элемент и растягиваем, либо под натяжкой зажигаем. Тут главное приспособиться. У одного-то не очень удобно. Натягиваем, греем. Все. Поводок остывает. Смотрите. Поводок опять ровненький. Можно дальше использовать. А мы продолжаем рыбачить. Настроение прям просто бодряком. Вот это я приехал. Ну, супер, конечно. Вообще, я в восторге, в диком. Соскучился по рыбалке, а тут такое. Сразу. Опа, опять поклевка. И кто-то сидит. И это опять щука. Ну, и опять щука, ребята. Видимо, ее тут много. Ну, наберем. Я думаю, мы в выходные ее приготовим на мангале. Дома, с семьей. Ну, почему бы и нет. Опять щука. Ну, вообще супер. И хрюза. И всех жалко. Атаковал не это самое. Не зацепился. Ну, это немножко поменьше, но ненамного. Стой, 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 стой. Стой. Удачно схватило за краешек. Вот она, красавица. Опа. Есть. Опять щука. Да, вот здесь уже стоит щука, да? Ну, отлично. Ну, и хорошая опять. То есть мелочи нету, что не может не радовать. Я думаю, если бы даже крупнее была, она бы все равно схватила. То есть независимо. Поставить воблер на пилету. Оставить блесну. На воблер, конечно, поинтереснее может быть. Хотя на ультралайт тоже свои плюсы. Опа. Домашняя. Ну, что. Четвертая щука с этой точки, я считаю, хороший результат. Место однозначно рыбное. Опа. Есть. 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 Опять щука. Ага. Небольшая, кстати. В этот раз уже. Или нормальная. Не пойму. Надо зимой тут, конечно, пробовать в этом месте. Может, она тут останется стоять. Да нет. Нормальная. Килограммовая такая. Ну, по сравнению с теми, конечно, меньше, но все равно неплохая. Опа. Есть. Кто-то есть. Есть. Или Хариус. Если есть, то он всех хризов разгонит. Да, езек. Ну, вот я четыре хотел. У нас пока один. Остальных-то я выпустил. Вон они прям плещутся. Возле берега. Ну, это Хариус. Опа. Есть. Есть, есть, есть. Это, наверное, Хариус, ребята. Ага. Харизок. Ах ты. Сошел. Ну, ладно. Почистил рыбу. Чаек целый табор ждут. Ждут, когда же я отсюда свалю. Я где щуку ловил, решил попробовать воблером. Так. Несколько забросов. Чайки, наверное, всю рыбу распугали. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Опа, есть. Нет, не всю, нет, не всю, покрупнее кажется щучка, или такая же, опа, да нет, не, маленько покрупнее, ненамного, ну в общем, действительно, в этом месте можно отловиться. В этом месте действительно можно на славу отловиться, рыбка тут водится. Хочешь? Я угадаю, как тебя зовут. Хочешь, я угадаю, как тебя зовут. Хочешь, хочешь? Хочешь, я угадаю. Налой. 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 Ладно. Такое вот интересное место мы ребята посетили, это на Енисеи мы были. Достаточно результативно, я бы сказал, такое рыбное ассорти у нас получилось, и хариусы, и ясь, и щука. Сик, к сожалению, не засекся, атаковал он несколько раз блесну, но рот маловат у него все-таки под второй номер. Завтра, может, тоже прокатимся, порыбачим, испытаем свое счастье, испытаем свою судьбу. Ну а вам, как обычно, не болейте, не грустите, на рыбалку ходите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok